Здравствуйте! Это программа «Право на маму». Мы не виделись почти полгода, потому что в стране происходили непростые события, все госучреждения были закрыты на карантин, и для нашей съемочной группы тоже был закрыт вход. Но сегодня мы хотим вам рассказать почти рождественскую историю о том, как маленькая девочка Ксюша обрела семью. Мир Ксюши – тишина. Во всяком случае, воспитатели говорят, что девочка ничего не слышит. Все 9 лет она живет в звуковом вакууме. История Ксюши трагична. Она родилась в благополучной семье, но ее родители оказались не готовы к тому, что у девочки не оказалось ушко и глазика, поэтому отдали ее в дом ребенка. Программа о Ксюше вышла 29 января 2020 года. Вот очень даже зацепила фраза в начале видео, что мир Ксюши – тишина. То есть она не слышит, она не воспринимает мир, и вот хочется помочь ей. Я думаю, что у нас больше возможностей, чем у детского дома, восстановить ей слух, внешность, глазик, ухо смоделировать. Она в любом случае обретет семью, любовь. В семье Натальи уже есть два родных сына и удочеренная малышка Маша, особенная девочка. Как эта женщина из Москвы нашла самарскую Ксюшу – для всех нас до сих пор загадка. Но, увидев от девочки без ушка и глазика программу, Наталья поняла – это ее дочь. Я работаю физиологом, нейрориабилитологом, восстанавливаю людей после инсульта. Речь, психические функции. Много лет работаю с инвалидами, и люди с ограниченными возможностями меня не пугают, они меня привлекают. Это моя стихия. И вот Наталья написала мне и сказала, что готова приехать и забрать Ксюшу. Но как это сделать физически? Ведь пансионат, где живет малышка, на полном карантине, и даже приемные родители туда не могут прийти для знакомства с ребенком. Но разве может от этого пострадать сам ребенок? И так всю жизнь живущий за высоким забором. И именно из-за пандемии и карантина лишиться семьи. Нет, решили все, кто принимал активное участие в судьбе девочки. И впервые в истории Самарской области мы опробовали новую систему – онлайн-встречи. Это оказалось не так-то просто, с учетом того, что Ксюша не слышит и не говорит. Ксюша сначала, она не понимала, она сначала воспринимала это как телевизор. Но это буквально, может быть, было минут десять. А потом, когда Наталья начала ее увлекать, показывать игрушки, давать определенные задания, и Ксюша начала проявлять интерес к Наталье. Это было очень сложно, и чтобы ребенок меня хоть как-то запомнил, я взяла мышку, которую сама шила, и каждую встречу я показывала сначала мышку, чтобы она, ну, как бы такой стимул, да, стимул для общения. Сначала было очень сложно, двадцать минут, я пыталась руками что-то показать. Естественно, она меня не слышит, а когда я пыталась с ней говорить, меня сотрудники комментировали постоянно. Ой, улыбнулась. Но потом, через двадцать минут, она улыбнулась. Это было очень важно, на самом деле, я все равно почувствовала эмоциональный контакт. После трех таких встреч Наталья выехала в Самару. Ну что, я приехала. Здесь ее ждала не только наша съемочная группа, но и опека, чтобы принять и начать готовить документы для передачи Ксюши в семью. Те три дня, пока Наталья ждала свою первую, настоящую встречу с дочерью, она несколько раз представляла себе, как же это будет. Мышку, это я сама сшила, а когда общалась с Ксюшей по скайпу, я эту мышку ей показывала, чтобы она ее запомнила. И на второй, и третий сеанс по скайпу Ксюша стала на нее реагировать, и я привезла ее из Москвы и хочу ей подарить. С одной стороны, хочется ее взять с выхапку, схватить, убежать. С другой стороны, я понимаю, что это просто такая хрустальная ваза, которую надо беречь, нежно гладить, а не хватать. Вот сейчас я работаю над собой, чтобы удержаться и не схватить. А дома тоже ждали. Мне уже каждый день, ну когда, ну когда, ну когда, ну когда. Муж говорит, ну что, выбраться еще раз, выбраться еще раз. Маша ручками машет, ну да, все ждут, все очень-очень ждут. А в это время там, за высоким забором, где-то в одном из этих окон, Ксюша даже не подозревала, сколько людей сейчас объединились, чтобы наконец-то она стала по-настоящему счастливой. И вот этот день настал. Бывает же такое, вот как любовь с первого взгляда, точно так же и ребенок вот сразу потянулся. Я вот чувствую, что все будет хорошо, потому что как они общались с Натальей, как они сейчас встретились, ну чувствуется, я говорю, вот все равно человека же сразу видно. И вот этот короткий путь, всего-то 100 метров, но растянувшийся на 11 лет, завершен. Ксюша выходит за высокие ворота навсегда, в другую, новую жизнь. Ксюша, пока-пока-пока, пока-пока, скажи, больше не приеду. Когда увидела Ксюшу, я забыла, как дышать, и, конечно, я боялась, как она на меня отреагирует. Но вот когда она подошла, ну так, конечно, и обниматься не умеет, целоваться не умеет, это немножечко все расстраивает, но это все временно, мы научимся. Вот сегодня вот уже, вот у нас уже такой маленький результат, она при льнула груди, как малышка. Нам нужно начинать все сначала, как с роддома. Вот у меня эмоции такие, что я родила, меня выписали с роддома, и у нас сейчас начнется все сначала. Мы начнем изучать, что ребенок любит, что нравится. Потому что, ну, то, что на бумажках написано, ну, можно не читать, например, да, это вот лучше изучать, потому что, ну, всякие диагнозы они могут просто немножко спугнуть, и мы не дадим ей больше развития, надо просто вот самим изучать ребенка. Ксюша уже почти три недели в новой семье. За это время она прошла уже много обследований, подружилась с братьями и младшей сестренкой, стала главной помощницей маме по дому и отметила в теплом кругу семьи свой первый день аэста. Но когда Наташа была еще в Самаре, я не могла не задать ей один очень важный вопрос. А ты же осознаешь, в принципе, что Маша, Ксюша – это дети, которые всегда будут нуждаться в твоей руке? Угу, да. А ты же не вечная. Я верю в своих сыновей. Я верю в своих сыновей. Мне уже Димка младший говорит. Так, я беру Машу, Боря берет Ксюшу. Но если он запашен, мы можем поменяться. Но мы их никуда не отдадим и ей не бросим. А Наташа попросила нашу программу передать ее совет всем приемным родителям. Если вы решили все-таки взять ребенка с особенностями, не надо никому ничего рассказывать, надо просто делать, идти по зову сердца, конечно, включать разум, не только на улыбку, да, реагировать. Надо понимать, справишься или не справишься. Я не могу с уверенностью сказать, да, мы все сделаем, мы справимся. Но я могу как бы не обещать, да, а постараться, то есть приложить максимум усилий, и все же от нас зависит. Наверное, не надо никому рассказывать. Вот 99% людей, они начинают отговаривать, и тогда ты просто останешься без мечты. Ребенок хочет, ну, так вздохнуло. Ну, а мечта Натальи и ее семьи уже сбылась. И осуществилась она благодаря личному участию очень многих людей, от которых зависела судьба маленькой девочки и взрослой женщины. Вся наша съемочная группа программы «Право на маму» Наташи и Ксюши от всего сердца благодарим Воробьеву Регину Алексеевну, Слесареву Ольгу Владимировну и любимого Оксану Вячеславовну. Именно эти люди стали персональными ангелами-хранителями для Ксюши. Это была программа «Право на маму». И сегодняшняя история в очередной раз подтверждает, что чудеса мы делаем своими руками. До встречи на телеканале «Самара ГИС». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «ЕВИТА». «Право на маму» «Самара ГИС» «Самара ГИС» «Самара ГИС» «Самара ГИС» Редактор субтитров А.Семкин